Вы заметили недавно выпад фактически Владимира Зеленского против сильных мира сего, которые соберутся на саммит НАТО в Вильнюсе. Он им ультиматум предъявил фактически. Типа я на саммит не поеду, если вы там чего-то не сделаете. Слушайте, почему он себя ведет так в ситуации? Это очень важный момент, особенно для нас с вами. Для России и Беларуси. Они готовили почву для атаки на нас, прежде всего на Россию, с территории Украины. Давно готовили. С первого Майдана, до Майдана. Если бы не было этой подготовки, не было бы Майдана. Но они готовили Украину к этой войне. Началась война. И не надо думать, что вот Зеленский, украинское общество, руководство были дураками, не понимали, чем это может закончиться. Понимали. Но Соединенные Штаты, прежде всего, при поддержке их бездумных сателлитов, Зеленскому железобетонно заявили, мы тебя будем поддерживать, будем вооружать, будем давать деньги столько, сколько надо, никогда не бросим. И тогда Зеленскому появились крылья. Он полетел. А что происходит сейчас? Особенно с 4-5 июня, контрнаступ так называемый. Он окончательно понял, что он не победит в этой войне. Что этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей. И он постепенно, постепенно начал им предъявлять претензии в виде денег и нового оружия. Пока подвисли на F-16 и уже до ядерного оружия дошли. Видя, что его потребности не удовлетворяются. И видя то, что он проигрывает и проиграет на фронте. Он уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения и переложить на кого-то ответственность. Но почему он себя так ведет, я задал вопрос. Под текстом звучит. Ну вы же меня на войну толкнули. Вы же мне обещали. И вы мне это не сделали. Поэтому я сегодня, имея вот эти все наши договоренности, вправе вам предъявить ультиматум. Я на саммит не поеду, если вы. И если у вас есть что-то мужское, то вы примите решение. Вот в чем вопрос. Они до войны этой, до специальной военной операции договорились. Воевать до последнего украинца, но с другой стороны дайте оружие и деньги. Не дадите столько, сколько я вас попрошу, то есть Зеленский. Значит мы предъявим вам ультиматум. Обратите на это внимание. Почему? Потому что эта тема будет иметь свое развитие. Я опять не буду говорить, чем закончится вот эта схватка. Она сейчас будет нарастать, усиливаться. У Украины немалые стратегические резервы. Они еще не все их использовали на фронте. Ну забегая вперед, уже скажу свою точку зрения. Не все использовали. Но к 11 июля, 11 в Вильнюсе сходка это будет. К 11 июля они что-то должны продемонстрировать. Как я вижу уже, конкретизируя ситуацию, они попробовали Россию на зуб, наступая в лоб. Лобовая атака, даже при форсировании на юге Днепра и захвата плацдарма, это опять классика военных, не удалась и не удастся. И если Россия будет действовать в соответствии, опять же, с классикой ведения военных действий, никакой победы у украинцев не будет. Классика заключается в том, чтобы у России было достаточно войск на фронте, чтобы проводилась соответствующая ротация. Что касается боеприпасов и техники, Россия раскрутила свою промышленность. У них этого добра будет достаточно. В чем опасность? Я не понимаю, почему на это не обращают внимания украинские руководители, военные. Опасность заключается в том, что если они бросат сейчас, перед 11 числа, чтобы продемонстрировать своим покровителям свою мощь, лучшее подразделение в бой, они окончательно похоронят украинскую боеспособность. Они перемелят все там. И тогда, с той точки, где они сейчас атакуют, чтобы отрезать Украину, сухопутную дорогу на Крым и так далее, разрубить группировку южную. Как только они перемелят здесь свои войска, Россия нанесет контрудар, а защищаться будет уже украинцам нечем. Они отрубят полностью Украину и от Черного моря, и от самых-самых-самых хороших и выгодных и ценных для Украины территорий. Вот над этим надо подумать. Россия выдержит, но для них потом будет очень опасен контрудар по югу Украины до Приднестровья. И тогда с государственностью Украины вопрос будет решен. Вот об этом сегодня надо думать, а не о том, что они какую-то конфетку дадут Зеленскому в виде Совета НАТО-Украина, и там еще чего-то они там пообещали. Никогда Владимир Зеленский с этим не согласится. Он будет настаивать на том, чтобы Украину приняли в НАТО, читай, чтобы НАТО вступило в войну против Российской Федерации. Вот в чем опасность. Ну а если НАТО примет такое решение, совсем другая будет война. И боюсь, что она очень быстро может закончиться. В связи с тем, что может произойти. Сегодня нужно одуматься, и пока на столе пакет переговоров, целый пакет вопросов, которым можно договориться, завтра это уже будет невозможно. Знаете, я когда разговаривал с Пригожиным по известному случаю, я ему привел параллель. Но сегодня, вот в данный момент, в 11.00, мы еще с тобой можем разговаривать на тему отдать Шойгу Герасимова, не отдать, встретиться с Путиным. Не встретиться, он же таки выдвигал условия. В 17 часов с тобой вообще никто не будет разговаривать. Почему? Потому что ситуация может измениться настолько, что ты просто не нужен никому будешь. Точно так в Украине. Сегодня с Украиной можно разговаривать и достигать каких-то мирных соглашений. Я имею в виду не столько Беларусь, сколько Россия. Она будет разговаривать в силу той ситуации, которая складывается, и прежде всего на фронте, и не только на фронте. После так называемого контрнаступа ситуация изменится. И захотят ли с тобой разговаривать? Такую параллель я провел в разговоре с Женей Пригожиным, когда у меня состоялся этот разговор. Но это же действительно так. Сегодня можем говорить, договариваться можно. Завтра никто с тобой разговаривать не будет. Об этом тоже надо думать. Время очень меняется. Война идет. Жаль, что политики, это уже вопрос политический, не только военный, в Украине этого не видят и не понимают. Все устаканим потом. Сядем, договоримся и прочее. Все, ну, боюсь, от слова говорят, забудется. Ну, возьмите с Германией. Ну, какая была война? 30 миллионов погибло людей. Ну, и что мы, волком друг на друга смотрим? Ну, Россия вообще в обнимку до СВО ходила с Германией. Дешевые энергоресурсы, энергоносители и прочее. Новые поколения появились, которые хотят жить в мире и так далее. И как-то это зарубцевалось. Мы, конечно, помним, все помним. Мы не забываем, чтобы не повторилось. Мы это помним, особенно в Беларуси и в России. Но в то же время мы двигались навстречу друг другу. Не знаю, зачем Германии надо было обострять отношения. Все равно рано или поздно это движение восстановится. Но тем более с украинским народом. Мы же разговариваем на одном языке. У нас одна культура. Мы фактически от одного корня один народ. Но надо сейчас остановиться. Уже много плохого сделали. Погибло много людей, да. Но может же быть хуже. Поэтому надо остановиться сейчас. Сесть за стол переговоров. Без предварительных условий. И там уже определятся территории, безопасность, будущее Украины, России, Беларуси и так далее. Все мы должны решить за столом переговоров. И это зависит должно от Украины, Беларуси и России. Но меньше всего от Соединенных Штатов Америки. Они далеко. Они понимают, что здесь происходит. Но это вроде не их война. Поэтому мы должны здесь решать эту проблему.